Если вдруг нужно быстро накачать, дернул, можно эвакуировать с воды, то есть человека пристегнул, можно по снегу, по льду. О своей продукции они могут говорить часами. На этом предприятии выпускают товары для туризма, кемпинга, рыбалки и спорта. Ледобуры, палатки, мангалы, лодки, тонары расходятся по всей стране и за ее пределы. Предприятие воспользовалось возможностями, которые открылись в связи с уходом зарубежных компаний с российского рынка. На внутреннем рынке люди стали тоже больше внимания обращать на наш российский товар. Поэтому в 2022 году у нас полностью заместилось падение импорта, а в 2023 году уже сейчас рост идет по отношению к 2021 и 2022 году. Какие-то процессы удается роботизировать, но рабочих рук все равно не хватает. Например, сейчас Тонар ставит свои цели выпускать 2000 лодок в месяц, а по факту выходит около 1000. Только на лодочном производстве необходимо увеличить штат в полтора раза. На металлообработки требуется как минимум 30 человек. С такими же проблемами сегодня сталкиваются предприятия по всей стране. Важные решения, которые позволяют развивать кадровый потенциал, принимаются на всех уровнях – от федерального до регионального. У нас в регионе по самым-самым скромным оценкам, только по отрасли обрабатывающих производств, дефицит в пределах 8-9 тысяч человек. Там разные направления, и оборонные предприятия здесь же, и швейные. Но сегодня нет предприятий в Крае, которые бы не нуждались в трудовых ресурсах. Сегодня заводы Края выходят на учебные заведения, чтобы совместно готовить кадры. Многие готовы вкладываться в материальную базу вузов и колледжей. Тонар, например, в Политехе открыл аудиторию сварки. В перспективе – сотрудничество с колледжем сыроделия, на базе которого будут сформированы группы специалистов для швейного производства. Сейчас там идут ремонтные работы. Предприятия готовят специальную аудиторию для студентов. Также идут переговоры с алтайским политехническим техникумом. Роспроизводство требует продуманной стратегии в области подготовки кадров. И это важно не только для предприятий, но и для государства. И вот на предприятии Тонар мы видим, как происходит это взаимодействие. То, что программы наставничества дополняются профессионалитетом, и бизнес, по сути, внедряется в область образования, тем самым в том числе обеспечивает образование новых рабочих мест. Особое внимание Тонар уделяет профориентации. Каждую неделю здесь проводят экскурсии для школьников и студентов. За этот год около 40 студентов прошли практику на предприятии. Обучают здесь специалистов и через систему наставничества. Молодежь идет, но не так, как хотелось бы, говорит директор. Хотя, по его словам, зарплата в промышленности уже догоняет сферы IT и продаж. На производстве уверены, в представлении о рабочих профессиях должно меняться. И оно уже меняется. Стереотип у людей существует. Он у меня в свое время тоже был, когда я учился в школе. И сформировалось мнение, что производство – это какое-то грязное, страшное место, где очень сложная работа и так далее. Тем не менее, что мне позволило этот стереотип разрушить? Когда я побывал на производстве, посмотрел, как это по факту. А еще здесь говорят, что современным и безопасным производством можно считать, если женщина на работе не портит маникюр. Кстати, сейчас здесь не хватает 50 швей. Я за свои три года здесь получила большой опыт. Много какой технологии узнала, хотя имею швейное образование. Здесь девочки приходят, не имея швейного образования. Много чего интересного. Хороший коллектив, все расскажут, все подскажут. Сегодня предприятие увеличивает свое присутствие на рынке товаров для туризма и отдыха. Здесь не ждут, когда люди придут на завод, а активно готовят кадры для своего производства. А это очень важно для экономики края. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.